МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Норжакен. Сегодня в выпуске. Скотокрады оставили без скота целое село в Карагандинской области. По горячим следам полицейские установили и задержали жителей соседней области. Животные возвращены владельцам. Принципы мирного сосуществования различных религиозных конфессий обсудили в Карагандинском экономическом университете. В преддверии Дня духовного согласия состоялся круглый стол. Сто саженцев деревьев, лиственных и хвойных пород было высажено на территории Карагандинской школы. Областной экологический музей проводит акцию «Зеленый пояс». Обо всем более подробно. 93 голов лошадей вернули владельцам села Ахметаул Нуринского района. Специализированной оперативной группой по краже скота ДВД области задержаны пять скотокрадов. Ими оказались жители соседних областей. 9 октября в УВД Нуринского района заявлением обратился пастух села Ахметаул. Он сообщил о том, что 3 октября неизвестные лица с одного из пастбищ тайно похитили около сотни лошадей, принадлежащие жителям села. Пастух нам сказал, что кража совершена 3 октября, а мы узнали только через неделю. Мы сразу сообщили в полицию и в сельский Акимат. Мобильные оперативно-поисковые группы отрабатывали возможные места дислокации скотокрадов на территории Карагандинской области и близлежащую территорию. Также с целью быстрого реагирования и раскрытия данного преступления нами было направлено 4 группы во главе первым заместителем УВД Нуринского района под полками полиции машины Дорини Сенгельдинщина, начальник уголовного розыска тоже Малыш Асланом, также оперативный состав, личный состав МПС также выезжали на 4 машинах, отрабатывали данный район, где наши границы пересекаются с Ахмолинской областью. Преступление удалось раскрыть в течение пяти дней. Уже 15 октября на территории Аршалинского района Акмолинской области были установлены и задержаны жители соседней области в возрасте от 35 до 49 лет. В ходе следствия установлено, что задержанные скрыли весь скот по разным селам. Сотрудниками полиции были изъяты 73 лошади из разных сел. Сегодня задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование. Проверяется причастность данных лиц к аналогичным преступлениям на территории области. Департамент внутренних дел в очередной раз обращается к владельцам скота с рекомендациями поставить животных на учет, а также своевременно сообщать в полицию о пропаже скота. Берамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 18 октября в нашей стране отмечается День Духовного Согласия. Накануне праздника студенты Карагандинского экономического университета собрались за круглым столом, чтобы обсудить принципы мирного сосуществования различных религиозных конфессий. День Духовного Согласия был задуман в Казахстане 25 лет назад. Тогда, в 1992 году, в Алматы, по инициативе президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, прошел Первый Всемирный Конгресс Духовного Согласия. Его участники приняли манифест, в котором объявили 18 октября Днем Духовного Согласия, Днем Моратория на конфликты и столкновения, Днем Поиска примирения, Днем Милосердия и помощи ближнему. К слову, у этого дня статус национального праздника. Сегодня мы живем в таком мире, когда появляются некоторые деструктивные учения, которые называют себя религиозными и несут вместо Согласия разрушение и разногласие. И это приводит к тому, что, к сожалению, в некоторых странах даже идут религиозные войны. И вот мы, имеющие опыт совершенно другого общения, другой культуры, говорим о том, что это неприемлемо для людей религиозно. За круглым столом собрались мусульмане, православные, католики, и все они пришли к единому мнению. Единство в многообразии стало нашим общим достоянием, а согласие между этносами – нашим главным достижением, символом Казахстана, гарантией и основой успешного социально-экономического и общественно-политического развития страны. Об этом говорил и Велен Молотов-Лучанский, профессор Карагандинского медицинского университета, сделав упор на классическом, качественном обучении студентов. Бывая на Ваших мероприятиях, и вот не так давно на Эльгире Вашего университета, я отметил для себя, как много друзей университета в НИИ, в эстетах, находятся. Какой авторитет за 50 лет приобрел бывший кооперативный институт, нынешний университет. Какой прозорливостью надо было обладать, чтобы в очень непростое время, развал союза, неразбериха в экономике, начать разговор о том, как сохранить в стране политическую стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие. И это в государстве, в котором проживают представители свыше сотни этносов и почти двух десятков конфессий. Действительно, пока мир находится в поиске формулы общественного единства, Казахстан нашел и успешно реализует собственную модель межэтнического и межконфессионального согласия. Она строится на принципах дружбы, толерантности и совместного достижения стратегических целей. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде полицейские увековечили память коллеги ветерана органов внутренних дел, генерал-майора милиции Владимира Шумиленко. Мемориальная доска установлена на здании УВД города. 14 октября легендарному генералу Шумиленко исполнилось бы 70 лет. Специально к его юбилею приурочили торжество открытия мемориальной доски. На памятное событие приехали его коллеги, вдова Людмила Гергардовна и родные. Почетным гостем торжества стал председатель Республиканского совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан, генерал-майор милиции Амирзак Каспанович Болсанбеков. Генерал Шумиленко сделал большой вклад для всей полиции в целом, был разработчиком закона об органах внутренних дел. Одна из традиций – это чтить память наших коллег, сотрудников, тем более, что генерал Шумиленко оставил очень большую плеяду своих выпускников. Он был грамотным, сильным, сильной личностью. А все выступающие подчеркивали, что память о генерале Шумиленко останется в сердцах. Он начал службу горного МВД с должности следователя и завершил работу в системе Министерства внутренних дел в должности начальника департамента МВД Республики Казахстан. Он достиг этих вершин по служебной лестнице и заслуженный авторитет благодаря его труду. С трепетом смотрел на коллег своего деда его внук. От имени родственников вдова генерала Людмила Георгардовна Шумиленко поблагодарила руководителей ДВД Карагодинской области за уважение к памяти Владимира Петровича. В 60-е годы была такая оперативная комсомольская дружина. Он был членом этой дружины. И вот тогда у него, ну как, он утвердился в мысли, что он должен работать именно в милиции. И это его желание осуществилось. Он закончил Омскую школу милиции и молодым лейтенантом пришел в свою родную Караганду. Шумиленко Владимир Петрович – заслуженный работник МВД СССР, почетный ветеран МВД, генерал-майор милиции. Он отдал органам внутренних дел более 36 лет жизни. Начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска. В короткие сроки стал начальником отделения уголовного розыска Ленинского РУВД. Затем заместителем начальника отдела уголовного розыска ОВД. Был советником министра внутренних дел СССР при МВД Афганистана, за что был удостоен ордена «Красная звезда» и «Трех медалей». Теперь его имя высечено на мраморе, и каждый входящий в здание ОВД Караганды увидит этого легендарного человека. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания. Именно поэтому в республике продолжаются общественные обсуждения проекта по переходу казахского алфавита на латинскую графику. За очередным круглым столом в Доме дружбы собрались ученые-филологи, общественники и студенты. В Карагандинском Доме дружбы обсудили основные приоритеты в переходе казахского алфавита на латинскую графику. В современном мире латиницу используют более 4 миллиардов человек. Введение новой графики в казахский язык повысит адаптированность системы казахстанского образования к мировым стандартам, приведет к развитию отечественного интернета и IT-технологий. Кроме того, этот процесс повысит инновационный потенциал бизнес-среды, ускорит процессы экспорта знаний и проектов, включая интеллектуальные, а также повысит конкурентоспособность на международном уровне. Переход на латиницу – это веление времени, и я считаю, что это позволит войти в список 50 самых развитых стран мира. Кроме того, я уверен, что изменится качество отечественного образования. Поэтому для нас это очень выгодно. Участники круглого стола отметили, что переход на другую графику – это не одномоментный процесс. Самое главное – необходимо подготовить учителей внедрить латиницу в систему образования. Не случайно поэтапный переход рассчитан на несколько лет, так что плодами от этой реформы в полной мере смогут воспользоваться нынешние подрастающие поколения. Многие высказывают сомнения насчет перехода на латиницу, но мы, молодежь, полностью поддерживаем эту инициативу. Я считаю, что это даст нам возможность войти в число самых конкурентоспособных стран мира. На мероприятии было также отметено, что Казахстан подробно изучил опыт других стран, а потому сегодня разрабатывается поэтапная программа перехода на латиницу. В ней будут подробно указаны все шаги, которые позволят уже к 2025 году воплотить в жизнь изменения казахского алфавита. Компания «Казахселеком» проводит клиентскую конференцию с участием представителей среднего и малого бизнеса, а также крупных компаний и государственных органов Карагандинской области. Цель конференции – ознакомление клиентов с новейшими инновационными разработками, направленными на реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан». Вниманию участников клиентской конференции был представлен проект по реализации открытой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Проект разработан компанией «Казахтелеком» совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамикен». Основные компоненты платформы направлены на реализацию бизнес-процессов в облачной среде. Один из них – «Единое окно». По мнению разработчиков, это упростит процедуры предоставления государственных услуг для бизнеса. «Это будет площадка для ведения бизнеса. Она позволит объединить все предприятия Казахстана в одну площадку, будет инструментом для консолидации. То есть она позволит тем предприятиям в регионах, допустим, западным предприятиям, более теснее сотрудничать с северными, с южными и так далее, с восточными предприятиями. Это большое подспорье для бизнеса. Оно позволит, опять же, наладить связи между компаниями, увеличить объемы бизнеса. Потому что, работая в регионах, некоторые предприятия ищут партнеров в других странах. Нам надо развивать свою экономику. Поэтому запуск такой платформы, он в целом, я думаю, позволит экономике Казахстана точно подрасти». Караганда для проведения первой клиентской конференции была выбрана не случайно. В «Казахтелекоме» намерены начать именно с регионов. Здесь провели первую конференцию. Затем инновационные информационные разработки представят в других областях республики. Одна из главных задач – получить обратную связь. «Самое важное для нас – получить обратную связь от клиентов сегодня, чтобы наш портфель сервисов был лучшим в Казахстане. И чтобы наши клиенты из малого и среднего бизнеса ощущали, что «Казахтелеком» будет для них надежным и в долгосрочном сотрудничестве надежным партнером». В рамках конференции презентована концепция «Умный город». В нее входят проекты модернизации обратной связи граждан с государственными органами, такие как цифровая медицина, «Цифровой Акимат», «Безопасный город» и многое другое. Участники конференции проявили интерес к инновационным услугам компании «Казахтелеком». «Достаточно активно используем определенные сервисы от «Казахтелекома». Но тем не менее, смотря на перечень тех предложений, которые сегодня были в анкете, я вижу, что еще далеко не всем мы пользуемся. И возможно, что нужно обратить свое внимание на какие-то те или иные предложения и уже начать использовать свои деятельности. Это там и колл-центры, я смотрю виртуальные, и, скажем так, какие-то видеонаблюдения, которые я даже и не знал, что этим занимается «Казахтелеком». Это для меня ново, поэтому я с удовольствием послушаю, возможно, сделаю свои выводы и буду использовать. В ходе конференции участникам также были презентованы такие услуги, как транспорт и система хранения данных видеонаблюдения, облачная видеоконференция, а также множество других услуг, направленных на модернизацию практически всех информационных процессов. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сто саженцев деревьев, лиственных и хвойных пород было высажено на территории школы-гимназии номер 102. Областной экологический музей 12 октября провел акцию под названием «Зеленый поезд». Этим мероприятием экологи намерены привлечь внимание населения к проблеме вырубки лесов и озеленения городов. Береза, клён, вяз, боярышник, смородина, акация, сосна. Эти деревья и кустарники были выбраны не случайно. Они отличаются устойчивостью к холоду, ветру и не требуют особого ухода. В областном экологическом музее отмечают, что на их призыв чаще всего откликаются студенты и школьники. Поэтому не случайно свою акцию экологи провели в школе-гимназии номер 102. Для организаторов целью посадки явилось не только привлечения внимания населения к проблеме озеленения городов, но и обучение каждого участника правильной посадки саженцев и дальнейшему уходу за ними. И целью этой акции было научить местное население правильной посадки деревьев. Также мы хотели поднять острую тему того, что нужно сажать деревья, что объемы лесов сокращаются и что нужно беречь как раз-таки зеленые насаждения в нашем городе. Школьники также принимали активное участие в изготовлении кормушек под руководством орнитолога и охотоведа Генриеты Пуликовой. Ребята многое узнали о пользе кормушек для птиц в зимнее время года. По окончанию акции все участники были удостойны призов. Они с уверенностью говорили о том, что теперь знают все секреты успешной посадки саженцев деревьев. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. С сухим счетом 5-0 Карагандинская Сарарка обыграла пермский хоккейный клуб «Молот Прикамье». 16 октября на ледовой площадке Караганда-Арена состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. Первый период начался сразу со взятия ворот гостей. В большинстве на третьей минуте счет в матче открыл Артур Сарваров. На 14-й минуте Станислав Альшевский удвоил преимущество карагандинцев. Во втором периоде Альшевский оформил дубль, вновь поразив ворота пермяков на 37-й минуте матча. В третьем игровом отрезке Илья Антоновский забросил четвертую шайбу, а под самый занавес матча пятую шайбу ворота «Молота» отправил Исаак Валицкий. Стоит отметить, что четыре из пяти шайб карагандинцы забросили, играя в большинстве. Это отметил и наставник гостей. «Скажу, что сегодня игру предопределила игра неравных составов. Мы пропустили четыре два, забить ничего не смогли, хотя имели шанс. Вот и мой комментарий. Хотел поблагодарить болельщиков, которые здесь были, за поддержку». Главный тренер «Сарарки» Александр Соколов на послематчевой пресс-конференции заявил, что команда выиграла с сухим счетом. Однако радости от победы уменьшает недисциплинированность некоторых игроков. «Первый период 2-0. После первого выйдя, после первого периода, просто мы измочали себя, измучили. Три раза за период играть троем против пятерых. 14 минут штраф. Безобразная абсолютно дисциплина некоторых игроков, которые там, может быть, свои какие-то личные обиды или там болячки поставили выше командных действий. Просто это... Мы должны проигрывать, игру сегодня были. То, что мы все сделали для этого, просто... Ну, сегодня, наверное, наш день был, и Денис Костин просто такие вещи там подтащил. Она уж вроде в ворота летит. Вот его день был. Он выручил нас очень здорово». На начало игрового дня хоккейный клуб «Сарарка» занимал 10-е место в турнирной таблице. 23 очка в 12 матчах. Но после победы карагандинский клуб поднимается на 6-е место. 18 октября «Сарарка» принимает очередного соперника. На этот раз им станет клуб «Тарос» из Нефтекамска. Марат Такишев, Андрей Тимофеев, «Первый карагандинский». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбонстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова